Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем здравствуйте. Мне написала Елена письмо. Она написала, что у брата, у её после травмы начались эпилептические приступы. И врачи часто назначают ему повторные ЭЭГ. Есть ли какие-то, может быть, противопоказания, или вредно это или не вредно для здоровья. То есть она говорит, я не ставлю, не рассказываю вам за диагнозы, как лечить, это всё, мы как-то справляемся, мы можем всё. А именно вот о вреде, вредно или не вредно. Как бы она прочувствовала мою стезю, скажем так. Итак, вы знаете, я вам вот что хочу сказать, что на сегодняшний день трудно представить постановку или уточнение диагноза без специальной аппаратуры. Например, для девочек, которые беременны, обязательно УЗИ. Оно, в принципе, безвредно. Что такое ЭЭГ? Вот чтобы проникнуть в мозг, нужно, это как УЗИ, пройти электроэнцефалографию. Вот это ЭЭГ называется электроэнцефалография. А вы скажете, что это такое? Это вот то, что помогает проникнуть в тайны, скажем так, мозга и рассказать нам карту, понять и принять соответствующие меры. Вовремя, самое главное, вовремя. Поэтому ничего страшного, мне кажется, нет. Что я вам могу сказать по поводу этого метода? Пользуйтесь, вот пользуйтесь тем, что есть. В невралгии и нейрохирургии широко применяют вот этот вот метод. А кто был первооткрывателем, как вы думаете? А первооткрывателем был английский хирург Ричард Катон. Катон. Вот это еще было в 1875 году им открыто. Будем называть, как врачи называют, ЭЭГ. Такой безвредный совершенно. Первые опыты проводились на собаках и обезьянах. И лишь спустя десятилетия, это сейчас, вот выпустили новый препарат или химическое вещество под названием таблетка. И говорят, нате, вон, вашим детям, идите, вот вам выпишу список, идите, попробуйте. А потом придите и расскажите мне, через сколько дней выстрелили. А, через 10? Через 10 дней любая болезнь проходит. И вот на собаках, и аж через 10 лет, только в 1929 году, немецкий психиатр Ханс Бергер, он смог вот это вот все дело, он как бы усовершенствовал. Он смог усовершенствовать вот этот прибор, чтобы выполнить ЭЭГ на человеке. Вот так. Вообще, каков потенциал, что это такое? Для того, чтобы понять, как действует ЭЭГ, давайте сначала вспомним о том, что такое мозг человека. А мозг человека состоит из 10 миллиардов клеток, нейронов. Как-то мы говорили про мозг, что там, как там. И каждая из этих клеток представляет собой миниатюрную электростанцию, способную создавать электрический потенциал. Мы его не видим, но приборы могут зафиксировать. Вы знаете, насколько вот этот вот всевышний разум нам не постижим, до сих пор непонятно, как то, что здесь происходит, не видно, неощутимо, ничего. Но только приборы могут это зафиксировать. Как это профессор Неумывакин вот с этой вот штучкой, знаете, которая туда-сюда ходит, электромагнитным полем, определял страшные болезни? Как? И во многих своих видео, вы можете посмотреть по интернету, он сидит вот с этой вот штучкой и рассказывает, что это вещь, которая может определить электромагнитное поле человека, и причем мощно. Кто этот такой создатель, который вот такого человека создал, непостижимого? Потому что атеисты, они не знают, они думают, вот это тело, его разрезал, вот здесь сердце, здесь почки, здесь печень и все, и до свидания. А вот здесь мозг, и не поймем, в чем дело. Вроде все нормально, опять шили-зашили, а вот с этим же мозгом человек, у него все в порядке, а у этого эпилепсия. Вот это вот, вот эти вот нейрончики, они создают электрический потенциал. Иначе говоря, мозг любого человека – это электрический ток. Кроме того, каждая клетка головного мозга имеет множество отростков. Вот каждая клетка головного мозга имеет множество, огромное количество отростков. И вот от этих отростков идет импульс, электрический импульс, который передается клеткам. И от одной клеточки до другой клеточки, и все это переходит. Все. Вот и все. И вот эту вот особенность, наблюдали, смотрели, невероятная особенность. И Котон сказал, есть, все, создан. А Ханс Бергер сказал, вот, все, усовершенствовал. И пошло, поехало, и был создан вот такой вот уникальный прибор. Кроме того, еще и безвредный. Конечно же, большой плюс в том, что эта процедура еще и безболезненна. Знаете, на голову такая, как шапочка одевается. И к ней специальные, знаете, подсоединяют, ну, как бы не ток, а вот электроды. Электроды. Не так, чтобы тебя ударило. Это совершенно не опасно. А электроды. И, как правило, вот эти электроды, они заполнены специальными электропроводящими веществами. Это такой, как бы, электронный гель, что ли. И вот этот вот каждый электрон, он соединен с прибором, электроэнцилографом. И вот дает сигналы, импульсы дает. Ну, а потом, потом что происходит? Специальная программа, которая знает биоритмы человека, она получает сигналы и выдает информацию. Вот и все. Там, в принципе, все под контролем и переживать за это не нужно. Ценность метода в том, что он не имеет противопоказаний вообще. Просто в применении. Обычно вот это ЭЭГ, его назначают для уточнения диагноза. А иначе как? Иначе как? Вообще, если у вас есть в городе это ЭЭГ, я вообще советую всем пройти. Я прошла, мой муж проходил, мой сын проходил. А почему нет? Это безвредно, это не больно. Это вообще вы будете знать, какие процессы у вас происходят. Есть ли нарушения или нет. Вот были головокружения одно время, когда была беременная я. И я не понимала, почему частые такие головокружения. И вот тогда как раз я проходила вот это вот ЭЭГ. Но мне самой так захотелось. И то, что я пришла к врачу, она говорит, да ничего, это бывает. Там гемоглобин падает, то еще что-то, то и то. Аинамия может не ел ты, а может еще что-то. Я говорю, нет, давайте я хочу разобраться. Давайте я пройду и проверю вот ЭЭГ. И врач говорит, ну, хочешь проходи. И я прошла. Тем более, что это безвредно абсолютно. Там можно выявить, почему у вас головокружение. Да даже почему у вас нарушение сна. Вот это ЭЭГ может помочь вам. У кого судорожные приступы. Не обязательно, что у вас с головой не все в порядке или еще что-то. Нет, вот с помощью вот этого ЭЭГ при черепно-мозговых травмах врачи могут оценить степень тяжести, насколько у вас вероятность там гематомы или еще чего-то. А потом проследить еще эффективность восстановления функции головного мозга. Поэтому я считаю, что если вдруг травма какая-то или вот какие-то такие вещи вас беспокоят, как головокружение, бессонница, там, я знаю, просто пошатывания какие-то, нужно обязательно пройти. Все эти нарушения мозговые будут выявлены. Особенно, конечно, вот, как вы сказали, Елена, эпилепсия особенно. Там участки выявляются, участвующие в запуске приступов. Вот так там это происходит. И определить степень нарушения работы мозга в периоды, когда нет приступов. И врач потом на основании данных обследования может определить, какие препараты будут максимально эффективны при лечении. Потому что это такое дело. Эпилепсия это, знаете, как вот, как и слепой человек, он не может без семьи жить. Так эпилепсик. Если у него эти приступы, без семьи он никак. Его и отпускать надолго нельзя, и без сопровождения нельзя. Это вот так вот. Таким людям помогать надо. Таких людей благословлять надо. Если у вас соседи есть такие, это благословляйте слепых, эпилептика, у кого больные детки, вы всегда их благословляйте. Вот почему, собственно говоря, я и открыла этот канал. Это о здоровье физическом, духовном, особенно духовном. Потому что без духовного не будет физического. Как бы вы ни занимались спортом. Я знаю одного человека, всю жизнь занимался йогой, никогда не помог ближним. Но он в йоге, в йоге. Что в итоге? В итоге сейчас у него какое-то тяжелое заболевание. Не хочу его называть. И йога не помогла. А потому что надо было делиться с ближним, любить ближнего, надо было себя распинать ради ближнего. Надо было как-то по-другому, что-то где-то как-то вот духовно развиваться. Вот не сработала йога в его жизни. Не сработала. И вот вы пишете, что часто врач назначает вам ЭЭГ. А я вам скажу, количество обследований ЭЭГ и их частоту определяет только лечащий врач. Ему виднее. Если у вас толковый лечащий врач, хоть сто, хоть миллион ЭЭГ пусть назначает. Вам назначают, вы делаете это бесплатно. Делайте, радуйтесь и благодарите Бога, что есть такая возможность. Господь Бог дал в 1875 году Катону, а потом Хансу Бергеру, разработать вот такую вот идею. Метод исследования, я вам повторяю, абсолютно, абсолютно безвредный. Так как во время обследования, что делает препарат? Он просто считывает уже существующую информацию и уже существующие, скажем так, электромагнитные импульсы. Вот это и есть его самая главная информация. И он ни в коем случае не создает новые. Поэтому мозговые ткани человека не подвергаются радиологическому или любому другому излучению, о котором вы, скорее всего, и беспокоитесь. Вот. Кстати, есть еще усложненные варианты. ЭЭГ бывают разные. Например, вот есть простая, когда в спокойном состоянии человек находится, как бы в состоянии покоя, назовем это так, одевают вам эту шапочку и проверяют. А есть, когда человека просят... А, свет включают. Да, так тоже проверяют. Включают свет и выключают. И потом считывают информацию. А бывают еще пазлы или какие-то арифметические действия решают или задают какие-то задачки небольшие. И потом смотрят. Опять-таки, энцелло... Вот этот вот... Как он называется? Электроэнцефалограф. Да. Он дает информацию, и врачи записывают поступающие, поступающие эти импульсы и выдают вам после арифметических каких-то задач. Это уже усложненные. Поэтому смотрите, смотрите. В любом случае, электроэнцефалография, она совершенно безвредна. Ну, я думаю, что я полностью ответила на ваш вопрос и развеяла мифы о том, или какие-то ваши сомнения, что это вредно. Абсолютно не вредно. Это не рентген. Это не рентген. Это не химиотерапия. Это абсолютно безвредная процедура. Будьте благословенны вы и ваши близкие, родные. Дай Бог здоровья вашему брату. Но без молитвы, без духовной подпитки, без ничего не получается в жизни. Где-то какое-то упущение и бац, прокол. Нужно сначала все в руки Божьей давать, а потом уже что-то у кого-то спрашивать. Даже у самого, того же врача. Я знаю одну женщину, у которой муж был просто в катастрофическом состоянии. Его забрала скорая, попал в реанимацию, потом на хирургический стол. Сначала на хирургический стол, потом в реанимацию. И вы знаете, что она молилась, она верующий человек в живой церкви. Она молилась о том, чтобы руками хирурга действовал Господь. Она просила Бога, чтобы Он оставил этого человека рядом с ней как можно дольше. Она с таким, знаете, я бы сказала, прямо душераздирающей. Так она молилась и подключила всех нас и нашу церковь. Все прошло идеально. Идеально. Человек уже живет четвертый год и радуется жизни. Понимаете? Поэтому вот чудеса происходят каждый день. Каждый день. Вот открыв глаза, посмотрев в окно, я вижу вот эту картину, которую вы можете видеть через мои видео. Каждый день. Доброе утречко. Чаще всего я ставлю на доброе утречко вот там вот эти вот картинки, которые каждый день рисует мне Господь. Я думаю, Боже, слава Тебе, Господи, за эту землю обетованную. Слава Тебе, Господи, за эту семью, за этого супруга, за моего супруга, за моего ребенка, за всех моих деток, за моих сестричек, братишек, за моих племянников, внуков, за всех, за всю мою интернет-семью, за моих братьев, за всех. Я говорю, слава Тебе, Господи, за тех родителей, которых Ты мне даровал. И поэтому вот мы именно такие, а не другие, за моих бабушек и дедушек. Слава Тебе, Господи, что мы смогли выжить на этой земле, пойти дальше. Люблю Вас. Пока-пока. Слава Тебе. Пока-пока. Пока-пока. Продолжение следует...